Харьков Для того, чтобы попасть сюда, украинцы, которые бегут сегодня от войны, должны при себе иметь ряд документов, подтверждающих в том числе и их статус и категорию. Но порой бюрократические преграды преодолеть удается не всем. Пока оформишь документы. Это очень тяжело. Есть такие справки, которые надо ехать брать по месту жительства. Такая справка о составе семьи. Вроде сейчас немножечко нормализовалось. Потом трудоустройство. Не везде хотят брать. В Луганскую, Донецкую область. Плюс на выборы, кстати, вот сейчас вроде как не хотят, чтобы мы голосовали, потому что считают, что мы вроде являемся таким контингентом неблагополучным. Потому что нам дадут 200 рублей, но они так считают. И мы проголосуем за тех, кто нам больше даст денег. То есть они не понимают, что у нас есть уже своя точка мнения. Мы уже немножечко стали разбираться, кто что из себя представляет в том же Харькове. Социально незащищенная категория населения здесь в приоритете. Предпочтение отдается многодетным, матерям-одиночкам. Среди жителей модульного городка сегодня насчитывается около 200 детей. 40 инвалидов. Есть ветераны. Это именно сам узел для инвалидов, которые неходячие. Там все приспособлено таким образом, чтобы им было очень удобно и комфортно принимать ванную, душу. Желающих здесь жить хватает, говорит Дмитрий. Снимать в Харькове квартиру может не каждый. Да и у местных не всегда однозначно отношение к переселенцам. Разные живут тут. И разные истории. У каждого своя история. Есть кировские, есть первомайские жильцы. Есть те, у которых вообще все по столу, ничего нет. Есть многодетные семьи, инвалиды. Этот модульный городок построен на деньги Германии. Оборудование и фурнитура тоже немецкие. Помогают и другие организации. Например, Каритес обеспечивает жителей питьевой водой. Реагируют на вызовы и городские службы. Городок очень сильно курируется волонтерскими организациями. И непосредственно активам города. Администрация Коминтерновского района нам очень помогает. Если вы видели беседки на улице, то благодаря администрации Коминтерновского района эти беседки появились у нас на территории. Опять же, вторую детскую площадку и спортплощадку тоже нам посодействовала администрация. Но основная работа лежит на плечах активистов и волонтеров. Сейчас их здесь пятеро. Дмитрий – один из них. Свой он и среди переселенцев. Поскольку война вынудила бежать и его семью из родного Стаханова. Если не мы, то кто? За нас же никто не побеспокоится, кроме нас самих. Но вы тоже житель Донецкой области? Я Луганской области, я со Стаханова. Вы здесь с семьей? Да, у меня шума, шестеро детей здесь. И потом получилось так, что как-то случайно оно все вышло. Возвращаться ему, как и многим другим переселенцам, уже некуда. Дома разрушенные. А вот пользоваться жильем в модульном городке можно только в течение шести месяцев. Дома разрушена, каким образом. Если за этот период эта семья смогла найти что-то более лучшее, переходит, уезжает куда-то, да. Либо война, ясно, еще не закончилась. Ну и плюс, если уже территория не оккупированная, то есть им есть куда вернуться. Если же нет, то они продолевают договора дальше. Вот как это было лично с нами. Для бытов все необходимое здесь есть. Каждому общежитию предоставлены в пользование утюг, микроволновка, чайник. Беспокоятся здесь и о трудоустройстве. Когда заселяли сюда, сразу приходили с центра занятости представители и предоставляли какие-то вакансии. У нас есть рабочие, которые работают на предприятии, которые обслуживают наш городок, Харьков Спецстрой. С нашего городка четверо человек работает, Харьков Спецстрой. Один из жильцов работает непосредственно у нас на территории, он стал дворником. Второй жилец тоже нашего городка стала уборщицей. Здесь же на городке она убирает в администрации, в общежитиях, ну то есть в общественных местах она прибирает. А так мужики все находили работу довольно быстро. Но самое главное, люди здесь отзывчивые, готовые всегда прийти на помощь. Да и мечтают они об одном, чтобы в Украину скорее пришел мир.